В Москве Михаил Игнатьев встретился и с уполномоченным по правам ребенка при президенте России Анной Кузнецовой. Обсуждали вопросы поддержки материнства и детства. Какие региональные практики Анна Кузнецова предложила тиражировать, расскажет Дмитрий Ковалев. Глава республики представил уполномоченному по правам ребенка ключевые показатели работы в этой социальной сфере. На графике отчетливо видно, насколько в регионе снизилась младенческая смертность. Процессы глобализации все это сохраняют. Это социальная поддержка по всем направлениям. Год выделяем 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Самая показательная цифра, вот эти, о том, что вы говорите о том, что растет число женщин, которые принимают решение рождать ребенка, оказывается первоначального такого не совсем. Имея свое конституционное право. Да, имея право, все равно решает вопрос в пользу жизни. Анна Кузнецова отметила еще один позитивный итог. Увеличение количества многодетных семей, в их числе и приемных. Сейчас растено достаточно, конечно, решается. Все меньше детей остается в детских домах. Порядка 60 тысяч всего осталось у банки сирот. И видно, что у вас динамика... Ежегодно, да. Мы снижали и снижаем. 95,8. В семьях остались. А там уже осталось, в принципе, те, которые уже, ну, в психологическом плане и так далее, в семьях не могут уживаться. Среди регионов ПФО Чувашия занимает первое место и по другому показателю. В республике на порядок снизилось количество разводов. Безусловно, это очень важно сегодня. Процессы глобализации. В России девятое место. Михаил Игнатьев и Анна Кузнецова также обсудили проблему, возникшую совсем недавно. Негативный общественный резонанс вызвало исключение республики из программы. Сфинансирование выплаты на третьего ребенка и последующих детей. В связи с достижением региона высокого коэффициента рождаемости. Пора снижать суммарный коэффициент. Понятно, как проблема была в 2019 году и при этого. Тогда цифры, параметры по всем регионам России были другие. И сам суммарный коэффициент в целом по Российской Федерации, он тогда, может быть, таким и должен быть. Но ситуация улучшилась. Садики построили, школы строим. Для нас эта цена вопроса с федеральным бюджетом 300 миллионов рублей, с оригинального бюджета 300 миллионов рублей, практически 600 миллионов рублей. Вот оригинальная часть выплаты. Посмотрим, как это будет в общей структуре системы социальных выплат. Тем более, понимая, что это внимание президента к вопросам семьи, семейных ценностей, поддержки традиционных семейных ценностей, он и в послании федеральному собранию озвучен. Естественно, что все действия в этом направлении могут только приветствоваться. Анна Кузнецова оценила высоко инициативу Михаила Игнатьева объявить 2017 годом матери и отца. Главнее всего погода в доме. Спасибо. Поэтому это очень логично в контексте этих заявлений. Спасибо за то, что те вопросы, которые приоритетны, они сегодня мы их, во-первых, смогли обсудить. Видно, что работа ведется достаточно серьезно. Очень важны те инициативы регионов, которые есть положительные, которые можно поделиться опытом и с другими регионами. Их брать, аккумулировать и работать уже над тиражированием. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Из Москвы.